Ну, первое, хотелось бы, конечно, перед болельщиками извиниться за такую игру. Это действительно не футбол. Не знаю, что случилось с командой. Череда травм. Приходится как бы и тренировочный процесс менять. То есть перед игрой практически человек только 7-8 тренировалось. Отсюда и результат. Вся проблема в футболе – это та игра, в которой невозможно выйти, если с нас играть. Надо тренироваться, надо на тренировках отдаваться. Только тогда можно какого-то результата. Но когда у тебя человек 10 в лазарете находится, поэтому тренировочный процесс практически отсутствует. А, как видно, играть они еще как толком не умеют. То есть мне показалось, что очень сильно Сосуева не хватало. Сосуев в последнюю часть чемпионата действительно был лидером команды, действительно мозг команды. И как раз этого игрока действительно не хватает. Но опять же, есть другие футболисты. Вопрос в том, почему они не хотят играть. Вот вопрос. Сегодня, по сути дела, создали один, можно сказать, голевой момент. Как ты готовишься? Мне кажется, что даже вообще ни одного не было. Это один их где-то можно с натяжкой назвать. Поэтому я говорю, это не футбол. Поэтому извиняюсь перед болельщиками. За себя, за команду. Так играть в гол нельзя. То есть это безобразие. Раньше кого вы назвали домашней командой, а очки в основном набирались здесь. Теперь очки приводятся с выздов. Что изменилось, что случилось? Ну, в принципе, ничего не поменялось. И где играть надо, и там, и там. То есть, скажем так, если команда не играет, мы и дома, и на выезде не брать не будем. Какое-то давление своего стадиона что-то? Да нет, менталитет футболистов очень сильно поменялся. Надо вначале в голове поковыряться, а дальше уже будет результат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!